добрый вечер всем сегодня у нас за окном 16 марта четверг 18.00 а это значит время уже надеюсь для многих привычного эфира телеграм-канале газпром банк инвестиции всех приветствую давайте потихонечку собираться я как обычно в начале анонсирую тему гостя регламент наших дискуссий и начнем ну что давайте начнем с нашей темы тему которую ну лично я ждал давно потому что действительно рынок минеральных удобрений в некоторой степени а может быть и в полной мере стал таким бенефициаром выгодоприобретателем текущей сложной геополитической ситуации акции многих компаний представителей в общем-то их немного компаний но все они демонстрировали скажем так практически противоположную динамику рынка в целом что лишний раз доказывает все таки постулат что ну как бы там политика политика геополитикой это важно но рынки в первую очередь определяются финансовыми показателями можно сказать в долгосрочной степени именно финансовые показатели и так как эти компании компании этого сектора скорее зарабатывали больше зарабатывали в текущее время собственно акции и отражали эту историю при том что рыда в целом падал это важно тоже понимать так вот сегодня как раз поговорим про этот рынок про перспективы про дальнейшее сохранение или несохранение высоких цен на продукцию этих компаний вот примерный план нашего сегодняшнего мероприятия и я надеюсь нам поможет разобраться в этом секторе алексей калачев аналитик компании финанс алексей добрый вечер да здравствуйте здравствуйте очень рад поучаствовать вместе с вами в этом разговоре да спасибо буквально пару слов еще про наш регламе для тех кто может быть первый раз на наших эфирах может быть авто второй или третий еще не привык к классической нашей истории расскажу что обычно 30-40 минут я задаю вопросы вы дорогие слушатели надеюсь слушая это у вас возникают свои вопросы которые вы можете писать в комментариях последнему ну посту он же и анонс текущего нашего мероприятия вот тут написано комент сюда заходите и пишите вопросы потому что иногда еще раз повторю кто-то пишет в личное сообщение еще куда-то вот есть в нашем телеграм-канале для тех кто нас слушает в записи для вас еще раз обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и приходите уже на следующее мероприятие если хотите позадавать вопросы которые мы будем уже во второй части озвучивать нашему гостю стараемся укладываться в час поэтому давайте начинать регламент таков ну что колесей наверное первый вопрос давайте прям самого важного начнем это думаю может быть для слушателей которые не очень ими расскажите пожалуйста про случившийся уже в прошлом рост цен на минеральное удобрение почему он произошел и соответственно уже мой вопрос будет насколько вы аналитические или может быть компании или в общем рынок ожидает сохранения вот тех самых высоких цен на минеральные удобрения в ближайшем будущем за год два три да вопрос интересный если посмотреть на цены то мы сейчас увидим что вот год назад весной апрель-май это были пиковые цены цен на время резко взлетели на удобрения резко взлетели после этого они снижались и сейчас где-то значит по разным видам удобрения снизились но не по всем правда на достаточно приличную величину в этом взлете цену значит вот в этой ценовой езде составляющей общая да и специфическая по каждому из видов и что общая она заключалась в том что весной понятно произошел геополитический кризис плюс возникла угроза санкций плюс соответственно опасения перебоев поставками а удобрение очень важный сегмент до мирового рынка мировой экономики и поэтому а и плюс еще так сказать перебои с там транспортные с расчетами непонятка была значит что и как и сельхозпроизводители создавали избыточные запасы поднимая цены очень вверх то что опасаясь будущего дефицита был очень много шума что скотя продовольственный кризис нехватка удобрений и так далее так далее цены взлетели наверх ничего этого не произошло все работало нормально вот а в результате получилось так что очень поставки идут но более-менее не по всем опять таки да более-менее нормально при этом у производства сельхозпроизводители накопились запасы которые довели на рынок плюс увидев что цена снижается они естественно ждут что цена снизится еще ниже и не пополняют эти запасы поэтому цена откатилась вниз и если в целом значит посмотреть мы увидим что что касается чисто азотных удобрений они это потеряли от от пика цены где-то порядка 60 процентов стоимости ну плюс-минус но при этом при этом надо понимать что они все равно примерно сейчас полтора два раза выше чем в среднем в предыдущие до к видные времена то есть на самом деле уровень то очень хороший для для производителей тем не менее вот что видно кстати и на акциях зарубежных производителей которые точно также прошли этот пик роста из сейчас находится в коррекции но все равно стоит дороже чем стоили они до к видному еще кризисы не говоря уже протекущей вот но значит это как бы общая составляющая теперь раздельная если мы посмотрим на фосфор содержащие удобрения а чисто фосфаты это как бы отдельный рынок вот чисто фосфат они подешевели совсем немного но буквально там плюс-минус 10 процентов вот фосфор потому что в основном фосфор он все-таки он это в сложных удобрениях в комбинированных в комбинации с другими идет поэтому соответственно не упали меньше калийные так и вовсе стоят на по моему на высоких ценах пока что не думаю даже откатываться вниз значит потому что есть определенная специфика на и в чем вторая причина вот специфическая взлета цен это конечно энергетический кризис это нехватка природного газа потому что для производства азотных удобрений сырьем является аммиак а для аммиака это природный газ ну где-то углеводородом скажем так в китае допустим большая доля производства делается на основе угля каменного вот тем не менее значит взлетели помните цены на газ взлетели просто до невиданных высот на электроэнергию взлетели и соответственно производитель начался качать производства аммиака в общем дефицит и цена резко ушла вверх как только этот кризис миновал и ну как миновал острота его спала скажем цены стали скататься вниз сырье стало дешеветь производство стало возобновляться соответственно и азотное удобрение от от максимальных пиков скатились на достаточно приличную величину но еще раз повторю она все-таки выше чем было до до кризиса вот соответственно фосфор содержащие там комбинированная там диамоний фосфат да так называемый да соответственно снились процентов на 40 цене не на 60 вот а собственно фосфат и сырье вот фосфорное она практически почти не просела почему она почти не просила потому что здесь другой фактор который создает дефицит значит крупнейшим производителем и потребителем и экспортером фосфатов является китай а китай сильно ограничил в прошлом году экспорт фосфатов и соответственно создал здесь хорошую такую ценовую ситуацию на мировом рынке вот здесь вот такой фактор поэтому значит здесь на упадет тогда если если вдруг китай решит значит резко увеличить экспорт и сократит собственное потребление вот но пока мы этого не ожидаем значит что касается калинах удобрения то другой совершенно фактор значит тут все началось с того что по цене попала беларусь значит беларусь и россия вместе производят порядка трети хлористого калия добывают в мире и соответственно вот этот вот такой образовавшийся дефицит он с рынка никуда не ушел но потом колейный рынок он такой специфический значит здесь обычно по весне заключается долгосрочные годовые контракты на большие объемы на закупку между странами просто огромные такие да цена фиксируется и она в общем не особенно колеблется поэтому там цены ну мы не можем сейчас следить какие там цены там на отгрузке в портах это надо не знаю покупать информацию в арбусе может он знает какие там тем текущие колебания но в целом значит по контрактной цены остались те которые были во второй половине прошлого года это очень высокие цены они как бы не думают снижаться вот такая ценовая ситуация теперь значит о том надолго ли она продержится можно ли быть уверенным чтобы хотя бы вот на этом уровне но мы я это лично думаю что ситуация будет примерно развиваться да нет пару слов пару слов отвлекусь да значит есть конечно кризис есть такой конечно такой риск что все может конечно вернуться на прежние уровни но это произойдет в том случае если вот этот вот наметившийся финансовый кризис так называемый да если вот этот пожар с нескольких американских банков и проблемы кредит свис вдруг перекинуться на вообще на финансовый сектор ну как бы такой риск есть да мы я лично думаю что конечно регулятор исправится с этим процессом в общем удержит ситуацию под контролем но вдруг вот как там 2008 все падет вниз туда конечно цены вернуться назад надо кризисные уровни там надо к вид и так далее но шансов я думаю пока не очень много на это все-таки думаю они справятся вот а дальше развиваться если мы значит откатимся вот от этих рисков недель на две назад и то есть какие рынке все нормально все в порядке я полагаю что вот текущий уровень на который опустились цены на удобрение он сейчас примерно равновесный равновесный и от него возможно уже наоборот коррекции даже некоторый верх с началом с началом сезона очередного значит лета наступление там и так далее пополнение запасов вот если мы посмотрим на там другие базовые материалы там на те же металлы например они один сначала золото выскочила потом цветные металлы скорректировались и вернулись на это примерно половину сейчас сталь пошла в общем развернулась опять после коррекции вверх то есть вот где-то на вот этих вот равновесных уровнях цена будет корректироваться пиков новых мы не ждем но и падение вниз я думаю сильно ждать не надо если мне произойдет какой-то большой кризис примерно так хорошо спасибо теперь уточняющие вопросы алексей может быть чуть пропустил и так нитраты рост рост цен на газ фосфаты тоже частично цены ну на энергоресурсы плюс закрытие главное китае ограничения продаж на экспорт вот калийные удобрения причины роста основные калийное удобрение причины роста то что с рынка уж уж ушел калий сначала белоруссии еще двадцать первом году из-за санкций белорусских 20 после событий двадцатого года белоруссии европейских американских санкций на белорусский калий вот и потом мы видим что резко упала упал экспорт и главное производство калийных удобрений в россии то что на наскали на 30 процентов прошлом году упал объемы и тут конечно вопрос в чем потому что как бы никто никакой тревоги не бьет не уралкали не уралхим ничего не говорят про это не статистика не говорит ни политики никто не говорит никто не знает статистики есть поделены 30 процентов объемов никто ничего не говорит ну я подозреваю я подозреваю что там конечно какая-то договоренность есть наверное белоруссии возможно что-то мы чуть-чуть поприжали объемы для того чтобы в общем помочь лукашенко но в целом вот так да то есть определенный дефицит на этом рынке есть поэтому цены высокие и потом еще раз говорю там там рынок такой специфический что там заключается договора вот возник дефицит цены выросли ага а говорится сразу там на год объем цена все она долго держится там нет такого графика вот какой мы можем видеть там не знаю по карбамиду например ли по аммиаку ну то есть там может быть ситуация что сами долгосрочный контракт заключены скажем так сильно по другим ценам да вот они по каким заключены вот по такими часа не котируются они сейчас находятся примерно максимум находится на максимум но а есть какие-то контракты заключались например до этого роста нет они на год на год по моему акция происходит в феврале мне кажется насколько я помню то есть вы имеете ввиду что если какое-то и ждать изменения то условно при следующем феврале может быть летом что-то буду пересмотреть потому что нас хотя россия же не единственный поставщик да канада канада сейчас определяет цены по пока ли в основном потому что это если на россию с беларусью вместе приходится около 3 рынка то и на канаду приходится около 3 рынка это так то есть может быть чуть-чуть они изменятся но судя потому что все таки значит а мы видим просто по статистике объем упал на 30 процентов российского российского производства и соответственно беларусь остается под санкции то соответственно рынке дефицит поэтому цены достаточно высоки вот да это я понял я сейчас как раз поясню почему я так активно это внимание потому что хотелось бы еще раз пройтись по каждому из этих пунктов и понять все таки почему мы ждем что цены останутся выше сейчас к этому вернемся вот с к с калейными удобрениями сможем добьем есть какая-то информация вот там санкции ограничения на беларусь они но как с российской нефтью они повлияли на продажи именно белорусского калия или все-таки опять же там тоже есть спектр дружественных стран условно для беларусь который толкали калийные удобрения продолжает покупать ну конечно есть конечно есть потому что основным потребителем все-таки являются у нас все индия китай бразилия и в общем они конечно в этом всем не участвует то есть упал что америка упал евро прежде всего конечно заблокировал потребление да да потребление конечно вот и собственно даже и по и по фосфору то гурьев так сказать говорил ну все-таки как-никак фасагра присутствовал где-то примерно 12 процентов рынка европейского обеспечила сейчас говорит что в этом году он сокращается европейские поставки но не из-за санкций а просто из-за того что ну ряд потребителей просто не хотят как поддерживать контакты и поэтому идет переброска на другие рынки то есть тут как раз как раз этим то делом нет такие большие проблемы проблемы с отгрузкой отгрузка европейские порты прежде всего да а и российские порты балтийские поколенным удобрением соответственно мощность если если там что-то пропускать белорусов то в общем немножко придется наверно нажиматься по своим объемом то есть я вот так примерно вижу эту ситуацию но я так подозреваю потому что на самом деле реально объективе так сказать акцион информации нет причина объяснения почему у нас на 30 процентов упала добыча за чехлористого кали нет нет я не слышу а вот смотрите вот еще добыча а продажа а экспорт остался на том же уровне сейчас секунду я просто ну пока вы проверяете видим я уточню то есть может быть добыча упала на экспорт остался тот же тут очень хорошо действительно укладывается маленький возможность для белорусского экспорта нет я думаю что все-таки тут тут не совсем экспорт у нас сейчас экспорт информация закрыта дает официально нет единственное что они вот обнародовали буквально вот на этой неделе в денежном выражении значит если посмотреть так сказать и и по оценкам по оценкам самих производителей вот горе все-таки глава производителя в этой ассоциации производителя удобрения он озвучил вот цифры и по оценке значит экспорт по объему упал где-то процентов на 15 а по деньгам вырос на 57 процентов ну из-за из-за цен это общий рынок вообще удобрений всего вот если посмотреть так сказать от прошлого года в прошлом году был где 37 и 6 миллион тонн всех удобрений было на экспорт то минус 15 процентов это будет примерно около 32 миллиона тонн вот при этом значит общее производство удобрений снизилось на 7 и 3 но фосфатное чуть подросло азотные подросли процент на 4 и соответственно калинин упали на 30 поэтому я думаю что там отражение есть все-таки отражение экспорта есть вот эти разговоры про 300 тысяч тонн застрявших в европейских портах вот это как раз калинин и добрый но правда сумма не такая большая как про немного шумели на самом деле 300 тысяч от извините от 30 32 миллионов это в общем так два с половиной процента вот понятно начнула теперь собственно да тестики по статистике единственно что вот есть для меня остается загадка по которой я не знаю как как ее разрешить по цифрам вот есть некоторые цифры не бьются значит радостно отрапортовали что российские сельхозпроизводители увеличили потребление российских удобрений где-то где-то она достигла там выросла 80 с лишним процентов и достигла там пяти с половиной миллион тонн это замечательно но это примерно около десяти процентов от объема производства при этом экспорт если он снизился на 15 процентов составил 32 миллиона тонн при том что производство составил 54 и 3 миллиона то то есть экспорта получается составил примерно 58 и 89 процентов от производства от объема производства я проверял по цепа вот эти прикидочные цифры по объему связал с цифрами по деньгам которые на этой неделе обнародовал значит таможенную службу получается по ценам бьется это бьется экспорт но получается у нас что 59 процентов у нас идет на экспорт 200 процентов на 10 процентов выросло потребление куда делись еще 30 процентов я не знаю честно говоря просто просто не понимаю но как-то так тут либо в статистике что-то либо в экспорта в экспортных данных понятно а теперь собственно вот как сказать понимание текущих рост цен предлагаю перейти к важной теме это по 2 это еще раз пробежаться по почему вы считаете что цены не вернуться на одну кризисный уровень давайте тоже по порядку ну начнем наверное с нитратов вот там стоимость цены на газ не знаю ваша история не ваша но мне кажется она напрямую касается удобрений то есть здесь базового причина потому что вы не ждете в том числе и возвращение цен на газ надо кризисный уровень или чем-то еще ну да сказать ну цены конечно скорректировать очень сильно и наверное где-то будет стабилизация но может быть чуть ниже может чуть выше значит текущего да даже если ниже в принципе это достаточно дорого плюс электроэнергия тоже достаточно дорогая плюс спрос потребления растет плюс общая инфляция все равно на сказать она присутствует она отражается во всех материалах поэтому вот прямо вот совсем но может быть к верхней верхней границе до кризисных цен может быть и не вернуться но вот ниже скорее всего ну вряд ли мне так кажется просто я даже по графику смотрю и что-то нам не туда не рисуются но я просто начнил вы все-таки сказали что если правильное поле про нитраты что все равно в полтора-два раза выше чем-то кризисных до роста до до кризиса уровня учет кажется это такая большой большая разница за короткий период ну конечно же не полтора полтора это было полтора два раза ты был где-то месяц назад честно немножко еще съехали но примерно вот сейчас скажу процентов на 20 на 20 25 выше чем ну 20 25 при текущей цене чем максимум в четырнадцатом году понимаете с девятнадцатым годом но практически процентов наверно 30 50 выше нормально чуть нормально да хорошо тут понятно уточню может быть с учетом как это был высоких цен какие-то новые такие действительно глобальные большие новые мощности в этом секторе минеральных удобрений планируются которые могут как бы выплеснуть новое предложение или нет так ну опять же давайте смотреть еще что касается опять калийных и фосфатных вещей то это все зависит от наличия месторождения там разработки и так далее тут как говорится россия не единственная здесь есть китай значит есть канада есть марокко который тоже значит фосфат производ очень много крупнейших поставщик и тогда с этим вот это как бы отдельная история это горнодобывающийся что касается что азотных вещей то это конечно его их могут производить в любой стране любой стране где есть доступ к более менее дешевым углеводородом поэтому естественно что это россия естественно что это китай естественно что это сша естественно что это весь ближний восток там много производителей тоже очень много и наращивать мощности вот и европа была а в какой-то степени в той смысле в той степени в которой она могла получать дешевые в достаточном количестве газ вот с этим проблема все-таки наверное есть и наверное будет еще продолжаться некоторое время вот а так в принципе конечно мощности по производству аммиака наращивают все и российские производители последние годы очень много наращивали очень сильно скрыть новые проекты запускали продолжается пускать и еще планы есть и так далее напала аммиаку есть еще одна интересная тема понимаете в чем дело белка шик тем не только удобрений но и вообще химии да очень серьезные вот более того есть вообще фантастический совершенно такой шанс пока он чисто как шанс но чисто фантастический который связан с с водородной энергетикой понимаете народ народ энергетика как бы один из магистральных путей там декарбонизации так далее в мире вот но проблем в том что народ сложно хранить и перевозить и так далее и поэтому рассматриваются варианты некого промежуточного состояния для для водорода и как вариант рассматриваться в том числе и аммиак и метанол и вот если вдруг ну как как бы технологии в этом плане разрабатываются но если это вдруг станет магистральным путем поставьте какой может быть взлет вообще по аммиаку в мире газ к не связанным с удобрением поэтому в общем и такая схема которая может выстрелить может не выстрелить может от фантазии но в общем достаточно интересная но в любом случае потребление удобрения будет расти долгосрочной перспективе это неизбежно население планета растет значит урожайность поддерживать надо поэтому здесь долгосрочный рост как бы гарантирован что касается российского рынка значит российские сельхозпроизводителей то мы еще очень очень сильно отстаем от мирового уровня значит потребление удобрения используемые удобрения для сельскохозяйства потому здесь резервы вообще просто огромный поэтому в общем я долгосрочном плане смотрю на это дело очень перспективное на интернет конечно колебания будут взлет и падение но в целом долгосрока это очень достаточно серьезно хорошо спасибо вы частично уже ну и про калий и фосфат поговорили давайте все таки еще раз вот фосфаты теперь здесь как вы главный фактор отметили китай его некоторые экспортные ограничения вот правильно понимаю что некий ваш аналитический взгляд что скорее всего ближайшее опять же время китай эту историю не снимет и в общем как бы некая поддержка цен вот за счет этого фактора сохранится и да да я полагаю что да ну и потом еще знаете есть один момент нюанс который касается том числе азотных и и отчасти значит фосфорных потому что они идут в основном как смешанные все таки как многокомпонент фосфор содержащие удобрения важный фактор значит российские производители имеют просто огромные преимущества перед теме именно как раз с точки зрения энергетики и сырья то есть нам нашим там тому же акрону не было нужды покупать природный газ там по 2000 долларов за миллиард кубометров потому что он получает его по регулированным ценам и электроэнергию по регулированным тарифам естественно что это очень достаточно серьезные преимущества вот а о фосагра серьезные преимущества в том что у него достаточно уникальная сырьевая база с минимальным содержанием вредных веществ и поэтому в общем он так скажем очень высоко конкурентен на рынке именно фосфор содержащих удобрений это все равно будет преимущество даже если так сказать и китай активизируется на этом рынке поэтому в общем ну наверное может быть каких-то там пиков не будет но стабильная прибыльная работа все таки я думаю будет понятно а уточню про китай пару слов есть можно как бы стараются поддерживать внутреннюю развитие сельскохозяйственной продукции можно какие-то проблемы с производством то есть чем причины изначально были введение ограничений но собственное потребление внутреннее вы знаете собственно по всем позициям китай очень очень крупный очень крупная сырьевая держава очень крупный содержание очень много добывает угли очень много добывают газа нефти перерабатывают металлов значит стали управляет больше половины мирового производства перерабатывают цветных металлов под 60 процентов все но практически почти все потребляется внутри страны потому что эта фабрика это не 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 поставщик сырья на это все-таки фабрика и с точки зрения сельского хозяйства тоже значит китай крупнейший производитель удобрений в мире но он его крупнейший потребитель поэтому с точки вот россия она скажем с точки зрения производства удобрения значит она снимает место процентов 10 наверное мировом производстве удобрения сейчас секунду я чуть уточню да а вот да да около десяти процентов мирового производства удобрения всего по азотному около 8 повтор содержащим около семи всего лишь и по колейному около 16 но при этом собственное потребление небольшое и производство в огромный стик на ориентируем и дано экспорта экспорта держал поэтому доля в мировом экспорте у россии всего около 16 процентов это очень серьезную очень серьезный крупный экспортер вот в том числе по азотным 13 по возрасту держащим 16 18 по хористому кальку это вот буду до кризисные доска цифры док приз на оценке международные а вот а китай нет он он все-таки не экспортер сырье он импортер сырье поэтому в общем этот для внутреннего потребления понятно ну и последнее про калий понятно вы назвали причины роста цен опять же некая компенсация может быть увеличение роста производства калинку давлений других странах вот насколько там ожидается возможно рост производства который все-таки цены может сбить ну да конечно прежде всего это конечно канада ну китай опять же тоже держим за скобками на прежде конечно канады вот который может естественно воспользоваться тем этим бенефициара высоких цен и бенефициара дефицита могут но понимаете горнодобывающее дело такое вот так вот просто чуть в разы не нарасти что постепенно и в общем достаточно ограниченными ты это может расти вот поэтому здесь сильно не не собьют саби сбить может цену в том случае если будут сняты санкции вот тогда да а пока нет хорошо дорогие слушатели еще раз призываю вас задавать вопросы вопросы вижу мы сейчас скоро уже практически не переходим поэтому если какие-то мысли возникли или вопросы пишите так теперь предлагаю уже непосредственно к нашим компаниям определили что давайте так уточним правильно я понял главный месседж мы определили причины роста цен поговорили даже о причинах коррекции и в общем такой если усреднить то вы считаете что текущие цены уже достигли никого равновесия может быть вопрос в калии только да и уже от них можно отталкиваться принимая решение об инвестировании в российские компании да я думаю да но опять-таки с оглядкой на то что уж на что выльется вот то что сейчас с банками происходит с американскими европейскими если все будет нормально в общем я думаю да потому что если нету попалится вообще все это понятно что все повалится как вы смотришь такой не очень большой но он существует а тогда тогда значит если переходить к нашему то как я уже сказал значит у нас преимущество на рынке которые отчасти компенсируются не санкциями потому что в общем отрасль вообще оказалась в уникальном положении из наших всех отраслей она оказалась просто в уникальном положении с одной стороны просто преимущество по дешевому доступному сырью до и энергии а с другой стороны никаких санкций то есть есть отказы некоторых потребителей есть допустим проблемы с транспортировкой со страховкой грузов с расчетами валютами казали но нет никаких санкций америка вообще внесла сша внесли удобрения в список искать товаров первыми необходимости которые не подлежат санкции более того они отдельно еще выдали генеральную лицензию на расчеты в долларах за поставку удобрений значит европа тоже смотрят совершенно спокойно на расчеты валюте а недавно даже это было принято решение в отдельных случаях разрешать сделки которые зависли по поводу подсанкционных лиц потому что у нас же все практически владельцы компании попали под персональные санкции европейские они правда практически все формально передали свои пакеты акции другим лицам и формально как бы перестали быть контролирующими акционерами но тем не менее и даже для этого было сделано исключение поэтому общем компании не попала под санкции наилучшее благоприятствование во всем и плюс еще и цены высокие и сырье дешевое поэтому это очень уникальная вещь вот но с другой стороны если посмотреть на рынок недостаточно очень маленький и собственно для инструмента для инвестирования практически нет по большому счету кроме фасагра мы сейчас ничего толком назвать и не можем пояснить почему да ну то есть окром есть там кубишь фазо тут огромный низкой паши фазо есть совершенно верно но понимаете в чем дело фасагр это ликвидная фишка более того компания которая раскрывает отчетность несмотря на то что и гури вы под санкциями несмотря на то что там литвиненко профессор значит под санкции они передали свои акции в общем тем не менее а крон фасагра не не скрывает свои результаты регулярно публикует отчетность а сейчас еще еще рисует очень сильную дивидендную историю то есть это очень доходные сейчас бумаги на общем фоне просто очень сильно выделяется можно анализировать и более того их недавно мосбиржа внесла в индекс голубых фишек пишет теперь голубая фишка у нас объемы средне дневных торгов акции фосагра превышают полмиллиарда рублей и теперь посмотрите окром которым ликвидность упала очень сильно и от силы там 50 миллионов рублей день покой выше в азоту это обыкновенная акция порядка 15 миллионов рублей день оборот по привилегированным это все с половиной но просто 30 раз вот ликвидность от серьезный вопрос потому что если средний дневной оборот около 50 миллионов достаточно приходы или ухода крупного игрока и цена улетела черти куда то есть для серьезных портфельных инвестиций там каких-то среднесрочных это достаточно уже рискованный инструмент это раз во вторых конечно я думаю что акрон очень хорошо заработал на этом взлете цен но правда и наверное потеряет от этого что-то на падение до азотных но опять-таки акрон тоже чем надо профильная сейчас компания все 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 производители стараются не заниматься таскать одним видом они и фосфаты значит перерабатывают они сейчас калины проект развивают но у фасаду тоже производства аммиака и карбамида не расширяю таскать имеют и расширяют и увеличивают потому что все в общем-то рисованы производстве скандально компонентных удобрений потому что именно это магистральный путь именно этого чем сформирует рынок и спрос вот и но мы знаем что производство выросла и of us agro и у акрона но по акрону последняя отчетность которую мы можем увидеть было аж за 9 месяцев 21 год там не только дивидендах никто не идет речи там собственно грамму никаких цифр вообще не видим мы не видим этих цифр ну кроме вот того что они раскрыли операционные показатели но финансов показатель никаких нет я не знаю уж чем там это такая секретная стратегическая компания вот учитывая то что кантор тоже в общем передал на значительный пакет своих акций с менеджером и формально уже не контролирует раньше не было 80 процентов он 45 где-то процентов передал вот но тем не менее но ну ну как как то есть в сочке зрения скажем так чисто умозрительно посмотреть на графики по сыграть на акроне наверное имеет смысл да узнаю что так сказать подразумеваешь наверно не все очень неплохо но вот говорите каких-то цифр и что-то анализировать невозможно то есть вот я считаю что отсутствие какой бы то ни было отчетности и вообще молчание менеджмента о том что происходит это огромный дисконтирующий фактор то есть я не готов вот обсуждать акрон с точки зрения его инвестиционной привлекательности пока я не вижу ну хоть какую-то финансовую отчетность вам это логично прожить и чтобы далеко не уйти алексей по кругу но ну для слушателей а какого если была дивидендная политика вот до этих событий она вообще была если была то какая да она была у них но она достаточно умеренная была ну в принципе неплохая у них на дивиденды распределялась при катрице процентов чистой прибыли у фасагра сейчас лучше потому что из 30 процентов скорректированная беда а нет пробу подождите это я путаю я перепутал с полюсом даже не помню сейчас какая какая у фасагра но фасагра тут у фасагра вот какая история есть извините я про фасагра чуть полекусь они за этот год сделали из бумаги дивидендную фишку они сначала вроде бы отложили дивиденды итоговые за двадцать первый год сначала объявили потом сколько 300 сейчас я гляну секундочку да они на счета сначала объявили 390 рублей на акцию итоговый дивидендов за двадцать первый год потом отложили это решение отложили 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 а потом вдруг выплатили вместе за итоговые с 21 и за первые полугодия 22 года и вместе после рекордную сумму 780 рублей на акцию огромная доходность плюс за 9 месяцев 318 ли на акцию то есть у них получилось там они почти 1100 рублей на акцию только выплатили в прошлом году дивидендов в этом году ждали что упадет потому что но налоговая нагрузка выросли цены чуть снизились опять же тот сбор намечается до бюджет с прибыльных компаний значит мы ждали что там на не снизит где-нибудь там до 200 рублей на акцию нет они за счет нераспределенной прибыли сейчас погнали и в общем за четвертый квартал итоговый дивиденд выплаты 465 рублей на то есть такая хорошая фишка возможно торопятся конечно возможно торопятся и скорее всего наверное потом они не смогут такую высокую доходность поддерживать но сейчас сейчас это достаточно серьезная поддержка для акций вот если вы искать по нашим рекомендациям смотреть мы в ноябре в ноябре выдали значит плане рейтинг покупать с целью с целью 8100 за акцию ну и сейчас уже примерно половина этого уже прошло и скорее всего если цена будет приближаться мы конечно сменим уже на держать потому что но как бы потенциал отрабатывается хороших ног что касается значит акрона здесь но тот ориентиры примерно тоже такие же то есть вот будет там не знаю там 20 приближаться наверное надо будет уже продавать будет если снижаться вниз обратно возвращаться там по по фасару там к 6000 по окрону сейчас глянуть смотрите хочу точно про задать а получается окрон ну не подтвердите как раз вот на фоне как раз фасагра с учетом отсутствия отчетности не платил дивиденды нет конечно нет нет поскольку нет отчетности нет и дивидендов это чуть связанные вещи то есть вообще тишина по дивидендам по ясно существенная разница в таком в радовании 9 радовании акционеров да конечно потому что нуждали что у них при таких-то ценах значит на азотное удобрение у их все было хорошо в первом полугодии должно было быть просто чудесно нет тишина никто ничего не никто ничего вот поэтому нет я буду я бы пока повоздержался повоздержался тем более что смотрите вот сейчас сейчас получается что вот фасагра стала фишкой и высоко ликвидной бумагой а конкурс наоборот потерял в ликвидности но вообще в целом если посмотреть даже вот историю их чисто на график за предыдущий год я помню их давно наблюдаю вот они ведутся достаточно по схожим образом а именно они могут несколько лет колебаться в боковом коридоре и потом при благоприятных условиях выстреливают сразу вверх но просто намного и снова начинают затухающие колебания в боковой коридор вот сейчас опять видим после мощного роста опять эти затухающие боковые колебания то есть могут сейчас они не выстрелись поэтому вполне возможно что и вот при достижении вот так сказать вот границы я вижу по фасагра при достижении там к восьми тысячам за акцию наверное все держать возврате к 6 опять покупать потому что бумага надежные доходные почему нет сейчас уточню динамика вы искали в общем характерно всему сектору или это конкретно крон нет это как урон это собрал вот я их просто а у нас больше собственно не неком смотреть потому что если мы смотрим на клубе шпазу то они конечно сейчас на максимум ближе к максимуму находятся но надо понимать что совсем низкая ликвидная бумага это уже кстати сейчас не раскрывает отчетность они выполнили полугодовые дивиденды не очень большие сейчас как раз все таки хочется про куйбышев азот пару слов потому что ну вот но опять же тут много инфо поводов и фашума но вот один из них как раз куйбышев азот с учетом окончания их там большой инвест программы вот ожидают и как раз увеличение дивидендов вот разделяете не разделяете эту историю где допускаем и это будет очень хорошо для компании но опять же говорю компании акции которые низко ликвидный я не могу их рассматривать серьезно ну не покрываем то может быть есть драйвер но из-за низкой ликвидности любой как бы шум новость или просто большая продажа может двинуть цену совсем другом направлении в любом далее вплоть допускаю что они могут чего быстрее то могут и упасть если друг что-то передумают или что-то вдруг изменится то есть тут тут нет такой устойчивости да я понял хорошо тогда предлагаю перейти к вопросам как раз у нас осталось немного времени ну вот вопрос я видела вот максима максим вам всегда как всегда персональный добрый вечер специального не задавал вот хотел вас зачитать вопрос это про налоги вы тоже алексей так частично про это сказали но хочется подробнее поговорить насколько высокие риски того что наверно уже да там правительство заметила очень конъюнктурный хороший период для компании и прибыли и в общем хочет чтобы минеральные компании из этого сектора поделились бюджетом вот на ваш опять же аналитический взгляд это все-таки вот разовая история или давайте так разделим это разовая история вот текущие начинания и насколько текущие ожидания сильно могут повлиять на инвестиционную оценку и второй вопрос сколько такие истории могут на ваш взгляд повторяться я тут разделю немножко значит на опять-таки на две составляющие конечно конечно заметили конечно заметили и конечно уже воспользовались в этом году для на экспорт удобрения введены экспортные пошлины 23 по моему процента при стоимости поставки свыше 450 долларов за тонну вот то что увидели что цены взлетели и естественно воспользуюсь этим поэтому потому что бюджет искать смотрит у кого там появляется излишек он с удовольствием его изымает как с вами сделали с металлургами но если с металлургами сделали им просто вообще очень жестко им просто ввели акциз который теперь уже сложно отменить ему что он введен то здесь все-таки ввели скам цену отсечения достаточно высоко если учесть что цеха средние цены были в предыдущие года где-то на уровне там ниже 300 долларов за тонну то отсечение на 450 это очень хорошо то есть фактически азотные уже выходят из-под этой пошлины да то есть они уже фактически вышли на что кстати горе жаловался что как так азотные вышли а фосфатные остались под пошлины давайте пересматривать то есть этот момент такой есть это постоянный то есть действительно налоговая нагрузка выросла с этого года но она вот такая вот она все-таки привязана к цене отсечения по экспортным ценам вот она в принципе все уже учтена в цене и думаю что уже сильно сильно не не ухудшит результат что касается сбора то тут как говорится по моему уже сказали что попадут все у кого выручка у прибыль больше миллиарда попадут все кроме кроме нефтянки и угощик поэтому этот момент ну уже я думаю переварен он уже весь в цене он уже весь в цене не столь большие потому что все-таки пояснили что они хотят собрать 300 миллиардов но не больше если это отделить на всех то получается не очень много но процентов 5 может быть от прибыли потерять так дать не критично хорошо так и третья часть насколько переживаете муж сами за повторные инициативы ну вот тут конечно никакие гарантии нет потому что тут все возможно все возможно но конъюнтура понимаете меняется вот все таки я думаю что нет почему посмотрите вот с металлургами получилось жестко достаточно то есть они увидели сверхприбыль по 21 году и на 22 год очень здорово из каких под обложили а 22 оказался очень неудачным а назад не отыграешь вот и сейчас тут более гибкая более гибко действовать поэтому конъюнтура сейчас меняется сейчас цены не на пиках вот и на пике возможно не вернуться поэтому ну не знаю только а если уж очень понадобится то всех обложить чушь говорить я думаю такой риск который надо просто держать за скобками понятно так следующий вопрос меня скорее вот про сопутствующую смежную отрасль на которая напрямую влияет на этого сельскохозяйственная сфера и вот исключительно фокус российской а как вы считаете вот все таки был определенный бум и может быть остается сельскохозяйственной сфере россии вот как вы видите на такой важный серьезный драйвер роста перспективе там 35 лет для российских минеральных удобрений да безусловно это основной это будет основной драйвер роста и особенно если если будет ухудшаться ситуация на внешних тем более будет основная потому что повторюсь а у нас все-таки использование удобрения очень сильно отстает вот сельского хозяйства в общем мирового поэтому здесь под сал потребление очень большой вопрос в том насколько цена и доступность вот с точки зрения денег для сельскохоспроизводителей с точки зрения объемов это в общем тут можно расти и расти но сразу вас разочарую сельское хозяйство вот реально не мой профиль никогда не снимался у меня металла горнодобыча вот хорошо так дорогие слушатели если финальные вопросы ну фас агро крон мне кажется на иностранцу алексей алексей ответил ну давайте да если можно давайте затронем может быть рынок в целом до мировых удобрений что теперь исходя из вашего понимания рынка что еще думаю стоит обсудить расскажите ну тут тоже очень вопрос такой конечно что если если все-таки вот эта инициатива который на днях прозвучала значит об отмене соглашение об избежание двойного налогообложения она может конечно ударить по инвестициям иностранные бумаги поэтому если вопрос то вы тоже умозрительный но понимаете да чем я говорю то есть вот но так если посмотреть это сектор действительно не такой не такой огромный не такой сильно популярный поэтому здесь выбор тоже не очень большой если посмотреть на американские бумаги это в общем тут принципе три основных так скажем крупных эмитента на которые можно обратить внимание значит это у нас будет канадский нутриен нутриен значит они производят как раз вот калийные удобрения крупнейший мировой поставщик калийных удобрений значит это американский мазайк значит у них фосфаты и калийные и тоже американский cf индастриес это в основном азот на значит если посмотреть на динамику их акций то они в общем повторяют то что происходит с ценами на удобрения тоже вышли на максимумы и тоже сейчас скорректировались и на последние два дня еще продолжают снижаться но из-за общих сказать общего состояния тревожности рынка вот но все еще стоит дороже чем стоили до кризиса а вот ну это по крайней мере ликвидные бумаги и бумаги которые можно покупать но у нас пока их покрытие нет и пока по ним рекомендации мы не даем я просто смотрю чистый вот спектр на который можно обратить внимание значит в европе тоже есть интересные норвежская яра это оси а и нидерланды и реки с немецкая компания крупные брендовые известные производители но как мы понимаем рынок европейских акций сейчас для нас не актуален много крупных производителей особенно по азотным удобрениям это как я уже говорил это вот арабские эмираты израиль садовская авиа то есть вот этот вот ближний восток очень много и опять-таки практически ничего не даст мне недоступно но за исключение может быть израиль химикл который торгуется на в америке в китае есть крупные производители удобрений вот как раз и калийных и фосфатных и так далее очень серьезных не буду ломать язык с китайским языком у меня совсем плохо но опять таки с ними проблем в том что они торгуется материком на биржах материкового китая в гонконге их акций пока нет и поэтому и думаю что сейчас не нужно поэтому очень у нас все что есть сейчас это вот фосагра плюс акром особенно поставка курал калий лизти листинг провел 16 году все у нас колечков нет вот и вот американские три компании вот все что мы можем рассматривать с точки зрения инвестиций в этот сектор рынка хорошо алексей вам огромное спасибо мне кажется со всех сторон разобрали эту сферу много чего обсудили по каждой прошлись отрасли по каждой по каждому виду минеральных удобрений прошли по каждому имитенту вам большое спасибо ну а вам дорогие слушатели как обычно говорю пища для размышления уже инвестиционные решения за вами алексей вам большое спасибо спасибо вам спасибо всем до свидания всего доброго до свидания